Девушки отдыхают Где можно найти их? Мои воры покажут путь. В миссиях я чуть-чуть, скажем так, застрял, но, в общем-то, не волнуйтесь, я, естественно, выполнил на 100% синхронизацию. В общем, хочу предупредить, что 100% там было для меня довольно тяжело получить. По сути, здесь... Этсел, мне сказали, что ты здесь, но я не верил. Эти чента-окки вызвали нас на бой. Их больше, так что они ничего не боятся. Но они не знают, что с нами будешь ты. Они скоро будут здесь. Приготовься. По сути, как бы да, здесь, по сути, так же, как и у куртизанок, так же, как и у воров, у них по 10 вот этих вот сайд-миссий. Собственно говоря, да, все 10 мы... Я уже, в принципе, да, с вами, естественно, записал, как вы понимаете. Потому что просто мне делать было нечего. В общем-то, решил так с Астасина поиграть. Еще нам остаются эти самые дополнительные... В смысле, это тренировка виртуальной реальности и эти два DLC, которые Коперника и Леонардо да Винчи. Исчезновение да Винчи оно называется, да. Коперника я уже, если что, тоже записал. Также я записал уже отчасти виртуальную реальность на, как бы, 50%. Вот, то есть, остается мне, по сути, вообще, на самом деле, ерунда. Ерунду тут пройти. Дальше, да, дальше у нас будет, как вы понимаете, от Revelations. По поводу Принц Персии, по поводу Принц Персии, вот да, ребят, вы мне напишите. Я уже, да, в прошлой части у вас спрашивал, хотите ли вы, чтобы мы вместе с Revelations начали второго Принца Персии проходить. То есть, который этот, который Warrior of the Inn, который Схватка с Судьбой. Потому что мне бы, если честно, очень сильно даже этого хотелось, потому что второго Принца я очень сильно люблю. И как-то очень далеко его в долгий ящик забрасывать на долгое довольно время я лично не очень хочу. Вот, но, тем не менее, в общем-то, ваши, грубо говоря, ваши комментарии, они, грубо говоря, для меня решающие. Поэтому поделитесь со мной вашим мнением по этому поводу. Мне это очень будет интересно почитать. Ну и, естественно, тут как бы не сказать, что прям уж какие-то очень слишком дикие условия на синхронизацию, как вы понимаете, у воров. Ну и плюс к всему, да, это, естественно, дополнительные миссии. Так, здесь нам, по-моему, надо... Что тут нам надо было для синхронизации-то сделать? Я уже не помню, реально. Сейчас почитаем. Я помню то, что я ее получил, стопроцентную. Ну, что именно. Не погибните в бою, ни один из воров не должен умереть. А, ну понятно, в принципе. Тут еще, да, вот убивать нельзя. Вот в этой вот именно миссии, в сайд-миссии. Я тут один раз убил, у меня здесь синхронизацию засчитали. Так что это, в общем-то, имейте в виду. Ну и... Ну и так, как я обычно делаю, я буду для вас вырезать вот эти все свои побегушки по Риму. Мне рассказывали, что ты отличный бегун. Посмотрим, сумеешь ли ты обогнать меня. Вот, это легкая гонка, в принципе. То есть, тут, как бы, главное знать маршрут. Ее даже на 100% довольно просто пройти. Вот, самая сложная гонка, это, как мне кажется, вторая. Ну и такая средненькая, это третья. Но для третьей там нужны парашюты. Там они просто банально нужны, чтобы она была простой. Я, естественно, их использовал, потому что они у меня есть. Потому что, почему бы нет, мы уже Леонардо... Ну, вот эти его машины прошли. Поэтому, в принципе, имеем полное право его использовать. Так что, в общем, такие вот дела. Когда там дойдем, вы там поймете, в чем прикол. Я сейчас это довольно сложно будет описать. Вот, и, по сути, вот в этих вот двух первых гонках, в них у вас синхронизация на время идет. То есть, там, по-моему, там нужно вот эту гонку успеть за полторы минуты пройти. А вторую, что-то там за минуту... За минуту 15, по-моему, где-то что-то типа как-то так. Вот, но вторая гонка, я сказал, она гораздо тяжелее, чем первая. Это вот вы мне поверите. За 60 секунд, за 60 секунд, да. В смысле. Даже не за полторы минуты. Ну, в принципе, это простая гонка, как я уже сказал. Вот это вот первая. Ну, и сейчас мы идем вот сюда, вот уже в эти окраины. Петсио, спаси моего брата Альдо. Его забрали эти бандиты. Помоги ему. Он ведь просто карманник. Он в жизни никого и пальцем не тронул. Спасти за две минуты надо? Ммм. Интересно. Ладно, побежали. В принципе, я думаю, он тут недалеко где-то. Вон там уже вижу. На карте появляются... Ну, в смысле, не на карте, на этом, на интерфейсе появляются значки. Это значит, что мы недалеко. Ну, давайте тогда что-то там город стрел, естественно. Нет, еще тут народ прибежал. Ну, в принципе, ерунда. Парирование. Не добиваю. А, нет, не добиваю, ты глянь. Ну, ладно, не хочешь тогда. Этот он просто не парирует себя, насколько помню. Это такая его приколюха. Он еще и на этот надым не реагирует. Вот и вообще. Красавчик. Ну, ладно. Так, и, собственно говоря, все. Сейчас мы с ним еще поговорим. И на этом первая часть воров у нас завершена. Сейчас мы вернемся к Лавольпе. Вот его в гильдию. Сейчас у нас будет заставочка. И после этого нам еще четыре миссии будут доступны. Я вот единственное, чего не могу понять, так это почему некоторые его шпионы, они только с нами посоревноваться в скорости хотят. Тут такое ощущение, что в Need for Speed играем, а не в Call of Duty, да? Так, ну и я думаю, сейчас мы пойдем, да, в центр. Логично, вот это вот мы сейчас сделаем миссию. Лавольпе нашел кое-что интересное. Борджа преподнесли подарок бандитам Чента Окки. Пакет, набитый деньгами и индульгенциями. Стоит ли говорить, что этот пакет весьма пригодился бы нам, если бы ты его украл? Что-то тоже, по-моему, за время или на незаметность миссия по синхронизации, да? Вот такие вот мне нравятся. Вот такие вот мне нравятся. А в Need for Speed с ними играть, это как-то, не знаю, такое себе. Я вообще, в принципе, Need for Speed как-то никогда особо сильно не любил. Никогда сам все жанры гонок не понимал вообще. А вот прям вот совсем не понимал. Какая же все-таки красивая, а вот, Бразер, я вот прям просто не могу. Это учитывая, да, что игра 2010 года, она вышла после Assassin's Creed 2, через год, считайте, да? Мне она даже сегодня вообще смотрится так, но она нормально смотрится. Прям она очень даже нормально смотрится. Так, сейчас нам надо вот тех вот завалить, этими ассасинами нашими. Был двух вызывать. Правда. Да, вот, еще один. Просто тут эта синхронизация, да, как вы понимаете, от этого зависит. Поэтому я как-то особо в бой не лезу сейчас. Потому что нам нужен стелс. Так, что нам тут спускаться, получается? Получается, что да. Так, забираем. И нужно его еще отнести. Доставить документы. Здесь, по-моему, без времени. Здесь, по-моему, без времени вот эта миссия на синхронизацию. Что довольно хорошо. Так, вот, у нас на церкви ждет. На соборе каком-то, да? А не смотри, кто-то этот крест есть. Я отнесу это ловоль бы. Так, тихо, 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 тихо. Да, 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 сейчас на 100% будет. Ну вот, да, то есть этот на стелс. Синхронизация, как видите. Как вы видели, в принципе. Что, это я же все тут комментирую, да, так? Ченто Оки пользуется услугами велеречивого писца Винченцо. Но, несмотря на его талант, он часто дерется с Гальвано, одним из солдат Борджи. Теперь у нас есть шанс поссорить наших врагов. Найди Гальвано, убей его и забери что-нибудь из его вещей. Затем подбрось эту вещь Винченцо. А мы с моими братьями убедим Борджи в том, что Винченцо виновен в убийстве. Вот с этой миссией у меня тоже небольшой запар был. В том смысле, что я не совсем понимал, как можно его сбросить. То есть тут, ну, как бы тут по условию миссии нужно одного завалить, потом его сбросить с крыши вниз. И вот как его сбросить, я как-то не совсем понял, как это сделать вообще. Как-то это получилось, правда, естественно, но не понял, правда, как именно. Так, сейчас мы что, этого Винченца надо завалить, да? Так, вот тут вот он у нас. Давайте сейчас... Тут, по-моему, тоже не надо на глаза попадаться никому. Поэтому, собственно говоря, ассасины. Так, давай-ка мы тебя сейчас обыщем, и... Вот выбросить на дорогу надо. И вот с этим вот у меня были проблемки небольшие, потому что если я вот так, например, подойду, то он не захочет его туда выбрасывать, он его как-то развернется и, короче, выбросит именно на крышу. Ну, то есть, ну, вот так вот оно получается. Так, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ни пали. А это не... Это не... Иди-ка сюда. Давайте еще сейчас мучиться. О, да, для синхронизации тут не надо палиться. так все все он улетел не обещал вернуться к сожалению так и сейчас нам нужно подбросить вот то что мы там у него нады были этому второму нашему мпс о чем который у нас тут сейчас проходит но сейчас моему аккуратненько вот как-нибудь я не знаю даже вот так вот нужно еще подбросить венчанцо гальвано нашли мертвым я тут причем вы с ним не ладили я должен обыскать тебя этим ты только докажешь мою невиновность что это иди за мной так ну и да опять же очень сто процентов здесь я не стал вырезать потому что в принципе миссия она довольно близко как вы видите вырезание в принципе ни к чему не показалось вот а кстати по поводу еще полного прохождения вообще игры мы заключили договор с римскими бедняками мы не трогаем их они в свою очередь не замечают нас но вот чем-то окки грабят всех подряд сегодня эти бандиты гуляют по крышам и если они исчезнут их никто не хватится вот по поводу синхронизации здесь нужно но смысле по поводу этого по поводу полного прохождения чего нужно вообще чтобы получить сто процентов нужно пройти всю игру на сто процентов синхронизацию нужно пройти миссии воров и куртизанок на сто процентов синхронизации ну и плюс соответственно все что мы вот до этого момента прошли то есть это соответственно ромул это эти самые машины леонардо это ну и это еще там много чего то есть эти там контракты на убийство кристину логов там при тамплиеров тамплиеров и агенты соответственно их вот это все дело надо пройти на сто процентов то есть ну стопроцентную синхронизацию получить то есть по идее вот эти вот миссии которые дают виртуальной реальности они по идее в зачет статистики как бы как таковой не идут так что очень такие вот дела это так я чтобы но чтобы вы знали по сути то что я как бы еще даже более чем стопроцентное прохождение этой игры показываю по ну как бы по меркам самой игры скажем так да вот а плюс я еще даже хочу заморочиться показать вам эти самые артефакты в монтриджоне в этой современной правда для этого придется мне нового этого персонажа создавать потому что как я уже сказал сейчас я именно из анимуса выйти не могу потому что у меня сюжет весь пройден а для того чтобы выйти из него нужно короче когда-нибудь не знаю там во время короче сюжета из него выйти и соответственно там их уже все собрать так второй у нас где-то здесь да здесь очень как вы понимаете нужно завалить всех с пистолета так что очень такая вот ерунда сейчас вот давай когда все и соответственно третьего и дальше у нас пойдет гонка как раз таки как мне кажется она самая сложная вообще вот у воров именно если на сто процентов проходить потому что там сам все маршрут довольно такой это замысловатый и там еще сразу есть на маршруте что довольно сильно мешает так ну и третий наш этот клиент так успею да да все в общем сто процентов и сейчас у нас пойдет гонка как раз таки самое тяжелое как мне показалось лично вообще у воров которая находится вот здесь вот я думал ты моложе я не верю что человек в таких летах может быстро бегать докажи не вечная молодость тут в общем то та 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 как видите тоже нужно за 60 секунд пройти но тут маршрут он он гораздо сложнее чем можем на той на первой был я на нее немало времени потратил короче на эту именно гонку но все таки получилось пройти естественно музыка прям вообще красота я пока помолчу наверно и По идее к Бразер Худу вы, конечно, меня поправьте в комментариях. Возможно, я что-то не то скажу. Эйцо, ты оказал нам неоценимую помощь. Теперь нам нужно покончить с Чанто Окки. С Боджией связаны только и главари. Устрани их, и все остальные разбегутся. Я поговорю с твоими шпионами. Бене. Вот, по идее, к Бразер Худу писал этот Джаспер Киджевит, да, саундтрек. Насколько мне так это, насколько я знаю. И конкретно вот эта композиция, она еще аж со второго Assassin's Creed была. То есть она впервые именно там звучала. Но могу ошибаться. Могу ошибаться. Вполне себе могу ошибаться. И она, наверное, моя вообще самая любимая во втором Assassin's Creed. И всего саундтрека. Так, ну и, собственно говоря, у нас последние три миссии. Здесь я решил эту самую миссию вот в Колизее оставить на потом. Потому что как-то решил, что Колизее уж там-то явно, наверное, гонки не будет. Ага, сейчас. И там как раз-таки гонка оказалась. Вы прикиньте. И тут у нас, в общем-то, опять синхронизация на спрятанный клинок. Что-что Assassin's Creed Brotherhood никогда не поменяется. В плане этого самого орудия убийства на синхронизацию. Я, конечно, клинок люблю, но как-то не знаю. Когда тебя уже там, не знаю, в четырехсотый раз просят и для синхронизации убить кого-то с клинка. Нет, как-то мне кажется, странно. Ну, сейчас нам нужно просто вот это за ним идти. И, короче, за этим вором. Он нам сейчас покажет место, где этот предатель находится. По-моему, мы сейчас скоро даже добежим с ним вместе. Да, он где-то здесь. И, в общем-то, да. Вот такой вот сюжет, вот такой вот поворот. Убиваем его клинком. Так, давай-ка мы тебя с пистолета завалим. Вот все. Вот вторая миссия. Это у нас будет, собственно говоря, по-моему, там миссия в окраинах, да? Вот здесь вот. Убедились, что на Вольфе никого нет! Этсо, Лавольпе утверждает, что ты искусный наездник. А мне удалось выяснить, что главари Чентаоки упражняются верховой езде в Большом Цирке. Это дает нам возможность сразу избавиться от нескольких из них. И опять очень спрятанным клинком, да, естественно. Это, конечно, мне хорошо, потому что я спрятанный клинок, в принципе, очень люблю. Но как-то, не знаю. Даже я как-то в этом такой себе чувствую. Если честно. О, это, кстати, миссия, она долгая довольно. Долгая она получилась из-за того, что я это пешком ее решил пробежать. То есть не на лошади, а именно что пешком. Во-первых, до туда еще бежать очень долго надо. И во-вторых, там, по идее, будут у нас три наездника. О, их надо... По идее, в идеале, их надо на лошади догонять вообще, я вам так скажу. Но я решил, почему бы нет, почему бы их пешком не догнать. Вот тут даже лошади нам оставили. Прямо сначала даже лошадь стояла, я ее что-то как-то, не знаю, не захотел брать. Кстати, да, последняя гонка, она, как бы сказать-то, она не то чтобы сложная, она как бы больше дурацкая, как мне кажется. Потому что... Ну, сейчас вот, да, у нас следующая часть, по сути, будет как раз-таки эта самая гонка. Там, в общем, поймете, почему я так считаю. Я не говорю, шустрее, чем конь у тебя. Да, на лошади это было бы гораздо проще. Почему я ее не взял, сам не знаю. Вот тут, правда, вот хоть убейте, не знаю. Ну, сейчас они тут в какой-то момент уже остановятся. Эти воры из Чинтолки. И там уже, в принципе, можно будет их порешать. Здесь я что-то как-то решил, все-таки лошадь отнеть. Но, так как они там уже убегали, они далеко были, их терять, как я понимаю, не надо. Так что решил, так уже до них добежать. Не дай ему уйти! Черт, и вы называете сгарибленными! Предатель, вот и кто! Теперь не будешь ждать, как у тебя бледный вид! Сейчас ты тебя, смотри, я вороку! Он уходит! Матаром! Так, еще вора, наверное. Тут нам нужно сейчас просто скрыться. Где-нибудь от них. Ну, естественно, 100%. И, собственно говоря, последняя у нас миссия. Как я думал, да, это его, в общем-то, естественно, у нас гонкой не будет. Так как она, ну, в Колизее, как вы сами знаете, да. И, собственно говоря, что я увидел? Увидел я, собственно говоря, следующее. Ты живой пример для нас. Пожалуйста, продемонстрируй нам свое искусство. И надо пройти маршрут, не получив урона. Почему это дурацкая миссия, спросите у меня? Потому что нас отправят на крышу этого Колизея. И здесь я, естественно, использовал парашют. Потому что, как бы, по сути, это единственное место вообще, в принципе, в игре, где его можно использовать. То есть мы вот так просто его используя спускаемся вниз. И, соответственно, вот эти все 12 точек пробегаем. То есть тут не на время, это синхронизация. Здесь именно на урон. Если у вас есть к этому моменту парашют, тогда миссия просто элементарная будет. А так, я вам еще хочу на этом сказать, наверное. Всем на этом до свидания. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Комментируйте, рассказывайте о канале друзьям. Добавляйте видео избранное. Все это очень сильно помогает как каналу, так и видео развиваться. Так что всем, ребят, за все это большое-большое спасибо. И всем на этом до свидания. Всем на этом пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торзок Он закончит на висели. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok